Привет, друзья, всем! В этом видео я поделюсь с вами одной нужной и полезной информацией и параллельно с этим отвечу на вопросы в комментариях, почему при ловле на поплавочную удочку лечика в каше прикормки добавлять панировку или сухие сухари не нужно. И почему, друзья, добавив панировку в кашу прикормку при ловле на поплавочную удочку, это может обернуться против вас. Леща вы не поймаете. При ловле леща на фидер в каше прикормки добавлять панировку можно и даже в принципе-то нужно. Хуже не будет, но не для поплавочной удочки, когда мы ловим на поплавок с берега. Почему, друзья, добавив панировку в кашу прикормку, это обернется против вас? Леща вы не поймаете. Огромное количество рыбаков допускает весьма эту ошибку, забывая, друзья, об одном. Когда вы ловите у берега, в береговой зоне огромное количество мелочевки. И когда каша прикормка попадает на дно шары, частички этой прикормки, а панировка имеет очень мелкие частички, относят довольно далеко. Вы шарики. И чё? А то на эти частички приходит мелочевка. Следом за мелочевкой приходит хищник. Не обязательно такой окунь или такой голавли. Вот такого окуня или такого голавля хватит, чтобы эту суматоху создать. А именно, на кашу прикормку пришла мелочевка, при этом приходят окушки, голавлики и носятся за этой мелочевкой. А лещ рыба пугливая. И в этой суматохе он кормиться не будет, какая бы каша прикормка у вас вкусная не была. Эта суматоха рыбу напугает. И лещ уйдёт. Уйдёт и вернётся лишь только тогда, когда вся эта суматоха убежит. То есть, хищник переложит всю мелочь или мелочь закончится для хищника. И только в этом случае лещ на эту кашу прикормку на кормовой стульчик придёт. Когда? Через сутки, двое, трое, может через неделю. Правда, если от этого кормового стола там чего-то останется. Мелочевка попитается, хищник попитается, окушки, голавлики и всё. Ждать можно долго и упорно. Это, друзья, что касается поплавочной удочки. Если вы панировку добавите в каше прикормки при ловле на фидер, вы знаете, куда вы закидываете кормушку. На таком расстоянии от берега мелочевки там сильно мало. Ничтожное количество. И это не спровоцирует эту ту самую суматоху. Поэтому при ловле на фидер панировку, а нежно сухие сухарики, можно добавлять в каше прикормки. Против вас это не обернётся. Работает плюсиком, но не минусом. Но при ловле на поплавочную удочку с берега лещика, фанировку или же сухие сухари, лучше не добавляйте. Обернётся против вас. Рассказываю вам, друзья, это всё из собственного опыта. На своей шкуре проверено. Ловить будете всё, что есть. Ёршико, попушку, платвичек, клеек, но не леща. Вот это та самая, друзья, информация, которую я хотел с вами поделиться. Не допускайте эту ошибку. И будьте всегда с лещиком. Всем удачи, всем пока. Ролик понравился, пальчик вверх, не понравился, пальчик вниз, как-то так. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова